всем привет у нас сегодня разговор о программировании на языке python для начинающих вот и я постараюсь если успеем помимо важной новой темы рассказать или по крайней мере показать и потыкать пальчиками в ну там условно интересную веселую новую тему 20 которая связана с построением уже каких-то предложений небольших я на самом деле хотел прям с нее и начать но понял что без одной очень важной темы в программировании которая которую мы все откладывали откладывали ничего рассказывать практически нельзя то есть мы на самом деле еще не то что языка не знаем из как мы понят дело не знаем но те из вас кто в действительности к нам примкнул начинающим все еще не знают всех основных приемов программирования азов без которых естественно тяжело тяжело существовать это самые основные прием программирования это эти азов называются функциями прежде чем мы начнем с функций расскажу про одну полезную штуку которую удобно использовать в удобно использовать в программах полностью про нее и рассказывать не буду именно вот в той степени в которой нам это пригодится там для отладки для решения домашних заданий и так далее штука называется форматные строки вот форматные строки это вот какая вещь вот тут есть примерчик которым прямо написано предположим у нас есть три переменные abc до 3 3 3 имени и мы собираемся эти имена вывести причем и вывести сами эти имена и вывести их сумму при этом мы хотим это сделать красиво в программе чтобы у нас вывел строчку а равно а b равно b c равно c вот это все в случае если мы пользуемся классическим питоном нам придется писать много много текста что-то типа а запятая нет не так а равно запятая а дальше запятая пробел бы равно запятая были да ну и так дальше да то есть вот c c равно не так тут вот c равно c . запятой а плюс b плюс c равно чего они у нас равны равняется а плюс б плюс и это еще и получится некрасиво потому что мы забыли про то что нужны нужны нужно пробел это не выводить все поравняется ничего вот как видите я довольно долго писал эту строчку и она в общем выглядит как такие значит цеплячьи следы то есть мелкие кусочки в общем тяжело такое читать ну так вот впитывание для решения наших проблем есть штука которая называется форматная строка и выглядит она как строка который вначале при приписана буква f если вы просто наберете такой строк и будет просто строка однако если вы в этой строке вставить какое-нибудь выражение в квадратных скобках то это выражение предварительно вычислить у квадратных фигурных скобках то есть вы можете писать в эту строчку все что угодно но в том месте где ну давайте это помечу это место чтобы было видно как это устроено но в том месте где вы поставили выражение фигурных скобках выражение вычислиться и вывести его результат что еще важнее под понятием выражения я имею ввиду абсолютно любое выражение питона то есть не только а сумма двух констант ну например и и содержимое какого-то объекта вот по имени да и даже какие-то более извращенные вещи ну не знаю там смотрите что такое дир дир это такая функция но я ее не вызвал да я только сослался на нее сколько мне только сослался мне вот ее описание сюда и вывели вот оно а если бы я его вызвал был бы еще интереснее смотреть вот то есть внутри вот этих фигурных скобок которых может быть конечно сколько угодно в таком тексте ну давайте аж сразу запалю вот вот так внутри этих фигурных скобок не которых может быть в таком тексте сколько угодно помещаются выражения которые питон предварительно вычисляет прежде чем вывести все это нам превратить это бы уже в строку вот вот обратите внимание что вот так мы это делали изначально а с помощью форматной строки мы добились этого гораздо более читаемом варианте a равняется значение a b равняется значение b c равняется значение c а плюс b плюс c равняется результат выражения а плюс b плюс c конечно же форматные строки это просто такая такой способ формирования константного объекта названием строка поэтому их можно конечно же записывать конечно же их можно записывать в перемену то мысли ну как бы связывать эти строки каким-то объектами понятное дело что к тому моменту когда мы это вот все вычислим поместим в память и назовем именем с это уже будет вполне себе обычная строка ничем не отличающийся от всех других строк до обычная строка да вот то есть смысл форматной строки состоит в том что при ее конст при конструировании обычной строки происходит вычисление некоторых выражений вот это что касаемо вот это удобной штуки кстати сказать раз уж пошла такая пьянка последние пару лет кажется в питоне есть еще более удобная штука уже абсолютно для отладки который выглядит вот так если внутри квадратных скобок после ваше выражение стоит двоеточие не двоеточие равно то вот такое вот такие фигурные скобки раскрываются сразу в исходная строка да скажем а равно выражение результат выражения исходная строка а плюс б плюс с равно результат выражения а плюс б плюс с и исключительно для отладки как видите еще короче не нужно писать каждый раз вот одно и то же вот очень удобно и как бы прогрессивно вот я думаю что в домашних заданиях теперь появятся такие способы варианты выдачи когда вам эта штука пригодится принципе она вам все время пригодится но вот в данном случае она пригодится вам сильно ну что поговорим про функции с ситуация следующая в программировании в любом большом есть так называемая проблема повторного использования кода она состоит в том что мы вынуждены писать не так вынуждены использовать один и тот же алгоритм много раз вот причем в разных местах нашей программы скорее всего и возможно с разными входными данными да и тут возникает вопрос мы хотим этот алгоритм который мы используем много раз мы хотим его много раз писать внутри программы каждый раз вот каждый раз когда нужен алгоритм мы хотим писать внутри программ или мы все-таки хотим как-то более эффективно все это организовать вот ну давайте проведем эксперимент на людях напишем таки алгоритм который попрограммируем немножко копипастой у нас есть ну давайте у нас звездочка у нас есть формула гарона что нет или герона господи прости забыл как его фамилия этого чувака который вычисление площади треугольник по трем сторонам вот выглядит она так вот у нас есть допустим а b c d e f это триста шесть короче два треугольника у которую это их стороны 3 4 5 6 7 8 вот значит мы задаем два треугольник по тремя стороны дальше мы по формуле по моему все-таки он герон вот по формуле герона вычисляем их площади ну говорим p это полупериметр равняется а плюс b плюс c это было а а плюс b плюс c пополам дальше говорим что площадь равняется корень квадратный вот полупериметр умноженный на кажется так вот чё-то у меня память изменяет давайте посмотрим 4 как-то переборщил да нет все правильно сказал все чуть все четко вот все четко все я правильно сказал ну ладно да возвращаемся к нашим делам и так это у нас только давайте мы по фэншую раскрасим вот вот у нас значит этот корень и дальше мы а дальше мы должны высчитать тоже ту же самую ерунду но для второго треугольника и случае программирования копипасты мы делаем чё мы делаем вот так мы делаем вот так мы делаем P2 какой-нибудь тут S2 здесь делаем E E F F D E F D E F D E F и здесь тоже делаем D E F D E E F дальше мы говорим print P1 плюс P2 вот и дальше мы пытаемся с этим всем взлететь безобразием P1 not defined ну хорошо P так 1 а понятно тут вот надо еще P здесь надо еще P2 написать было видите дам ну вот 16.5 сейчас что-то маловато будет смотрите программа даже работает но мало кто заметил что она неправильная потому что я неправильно скопипастил код в строчках 3 и 4 в код в строчках 5 и 6 я ошибся в одном месте вот это место на самом деле здесь должно быть F вот ой чего а господи не P1 плюс P2 а S1 плюс S2 но это не важно уже вот да ну вот это какое-то значение значит смотрите мы уже видим недостаток отсутствия повторного использования в программировании копипастой копипаста может оказаться неправильной копипаста нужно править она не проиметризуется нам пришлось поменять все переменные в этом алгоритме фактически они уже друг на друга не похожи процентов на 50 вот и это вторая проблема третья проблема состоит в том что вот прямо сейчас я вспоминаю что есть такая штука неравенство треугольник и нам хорошо бы проверить при вычислении этой площади что это неравенство есть а то у нас тут еще и отрицательное число получится под корнем внезапно внезапно да если у нас вот одна из этих одна из этих одно из этих значений будет отрицательное а одно из них может быть отрицательное если неравенство треугольника не выполняется ну и начинается мы должны тогда написать а и и что там и в и минус минус а больше 0 and p минус b больше 0 а кстати тоже вариант неравенство треугольника просто он более короткий и более длинный n p минус c больше нуля тогда мы делаем вот так вот а иначе мы пишем else s равняется ну скажем нулю будем считать что площадь несуществующей треугольника и внимание мы опять должны написать вот этот киев теперь уже вот сюда можно и не будет как вы понимаете такой способ организации кода когда вы в двух местах в трех местах пяти местах 100 местах модифицируете один и тот же алгоритм потому что он поменялся или вы его решили усложнить или там поменялись просто параметры этого алгоритма это плохая идея нам на помощь приходит конструкция которая называется функция в питоне в отличие от других языков программирования многих функция это просто именованная запись алгоритма то есть у нас есть алгоритм у этого алгоритма мы определяем его как бы имя фактически в питоне так оно и выглядит это обычный питонский объект только не очень обычный обладающий он умеет выполняться вот этот самый обычный объект он умеет не просто выполняться а еще мы ему можем передать параметры этому объекту он выполнится вычислить некоторые значения и мы можем от него получить возвращаемое значение вот то есть именованная запись алгоритма с параметрами и возвращаемым значением ну давайте перепишем перепишем эту штуку под функцию а потом разберемся как это работает вот у нас значит есть функция пишем дев площадь в этой самой площади площади мы задаем сколько нам три переменных а запятая б запятая ц давайте ради интереса пока их так напишем а запятая б запятая ц ладно пускай нет не хочу давайте мы сначала их сделаем другими большими а большой бы большой это цель да теперь сделаем вот так вот 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 и здесь надо эту самую площадь вернуть return вот теперь надо везде заменить а большой нам вот так вот так вот так что вот это совершенно ненужная ненужная операция сразу скажу кто удивляется зачем я это делаю просто чтобы на первых порах мы с вами не путали глобальные и локальные перемены о которых сейчас будет уже речь в скорости вот что теперь мы делаем теперь мы пишем с 1 равняется площадь площадь а больше с 2 равняется площадь от д и ф да у нас там было д и ф и дальше с 1 плюс с 2 давайте во-первых проверим что это работает не работает не работает name s not defined с 1 я сказал вот это работает а теперь давайте посмотрим как это работает у нас есть именованный алгоритм под названием площадь в которой мы заходим дважды а давайте мы знаете что сделаем давайте мы сделаем вот так вот вот зачем нам кстати а формат с гордочкой давайте мы зайдем на python tutor только не сюда а заново его запишем секунду а нет не отсюда вот отсюда вот 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 наша наша программа в python tutor и давайте посмотрим как она работает дыщ что это было это был формат импорт звездочка давайте мы так не будем делать давайте мы скажем формат импорт эскорты о значит смотрите вот нам приехала из qrt которая приехала нам из мата да это такое имя у нас есть теперь тут андрей задает правильный вопрос сейчас мы вернемся к ответу на него ну собственно он задает правильный ответ я бы сказал значит да вот здесь мы обработали вот этот множественное связывание и создали шесть наших объектов вот следующим шагом внимание следующим шагом мы задаем сразу целиком функцию раз вот она создалась она называется площадь и вот сейчас произойдет вызов этой функции смотрите вот это место называется заданием функции или описанием вот а вот это место называется вызовом функции что мы сейчас что сейчас будет происходить вычислиться вот эти выражения а б и ц дальше мы войдем в тело функции произойдет вызов функции объекты которые стоят вот здесь вот здесь и вот здесь Будут поименованы именами А большое, Б большое, С большое. И дальше будет произведен алгоритм. Ну а что будет дальше, сейчас увидим. Вот произошел вызов функции. Что при этом произошло? Вот у нас создалось отдельное пространство имен. Видите, оно, вот это global frame. А это пространство имен, связанное с конкретно этим вызовом, конкретно этой функции. Создались три имена А, Б и С. Эти три имена А, Б и С указывают на объекты 3, 4 и 5. Ровно те, которые мы передали этой функции. Здесь было 3, здесь 4, а здесь 5. Вот они туда приехали. Дальше происходит какое-то вычисление. Обратите внимание на то, что появилось еще одно имя П. Оно внутреннее, то бишь локальное. Оно существует вот здесь. В пространстве имен нашего вызова функции площадь. Ну и сразу забегая вперед, скажу, когда мы из этой функции выльгнем, все это уничтожится. Вот. Так, проверили условия. Обратите внимание, еще одна переменная создалась, то есть еще одно имя ИС, которое указывает у нас на результат. В данном случае. У меня есть сильное подозрение, что я неправильную формулу написал. Нет, правильно. А почему тогда у него 6 площадь? 3, 4, 5. Ну, похоже, что 6, да. А, ну да, 3, 4, 12, пополам 6. Да, все. Сейчас произойдет последний этап. Интересный этап работы функции, который будет состоять в том, что мы подготовим для операции return возвращаемое значение. То есть мы вычислим то, что находится вот здесь, и пометим этот объект как возвращаемый. Возвращаемый означает, что именно этот объект потом вот здесь вот назовется S1. Сейчас мы это проверим. Жмак. Вот подготовка return value возвращаемого значения. Оно, ну, в данном случае совпадает с объектом S. Ну, просто потому, что это одно и то же. Вот мы вылезли. Обратите внимание на то, что пространство имен, которое называлось площадь, исчезло. Все объекты, на которые были ссылки только из пространства имен площадь, исчезли. Осталось только глобальное пространство имен, в котором мы находимся сейчас. В котором появилось новое имя S1. И вот оно связано с единственным не исчезнувшим объектом, а именно с возвращаемым значением. Возвращение значения мы вернули, назвали его S1. Вот оно тут лежит. Абсолютно такая же картина будет происходить сейчас с вычислением площади второго треугольника. А разница стоит только в том, что теперь у нас в пространстве имен, которое заново создалось, новое пространство имен для нового вызова функции площадь. Предыдущая удалилась. Это новое. Это мы еще раз туда зашли. Теперь у нас именами A, B и C большие. Называются объекты 6, 7 и 8. А дальше все по накатанной. Появляется имя P, полупериметр. Вычисляется корень. Вот он. Подготавливается возвращаемое значение, которое указывает на то же самое место. Но если, например, мы бы здесь написали какое-то выражение, то вычислилось бы сначала выражение, а потом подготовилось бы возвращаемое значение. После того, как происходит return, все это пространство имен удаляется. Объекты, на которых больше нету ссылок, удаляются. Остается только тот, на который ссылается возвращаемое значение. И это возвращаемое значение вот сюда прилежает. И будет называться у нас теперь S2. Давайте посмотрим. Да, вот так и есть. Вот это S2, который ссылается на старое возвращаемое значение. Ну, собственно, дальше уже все понятно. Вот у нас произошел принт этой самой суммы. Мы с вами столкнулись с таким явлением, как организация временного или локального пространства имен, в котором лежат имена, необходимые только для работы функции. Частично это локальное пространство имен состоит из тех имен, которые связывают передные функции параметра. Да, вот мы туда передали три каких-то значения. Там они связались именами. А еще там же, в этом локальном пространстве имен, мы завели парочку других имен P и S. Ну, потому что они нам понадобились. В тот момент, когда мы вышли из вызова функции, все эти имена удалились, кроме возвращаемого значения, которое мы вернули. И, собственно, имя S тоже удалилось, обратите внимание. Но объект остался жив, потому что он был связан с возвращаемым значением, а потом он был связан с соответствующим именем. Вот. И это что касаемо того, как работает функция. Тут меня уже сигнализирует, что люди поняли, как работает функция. Это отрадно слышать. Отвечаю на вопрос Андрея, что у функции нет формального ограничителя на конце. Да. Так же, как у оператора цикла, который мы с вами уже знаем, условного оператора, который мы с вами уже знаем, ограничителем, телом функции является блок с отступом. Формально говоря, вот эта схема, которая вот здесь на картинке у меня, она неправильная. Вот. На самом деле, вот это последнее можно было не писать. Функция состоит из дев и тела. Функция может не быть ретерна вообще нигде. Тогда считается, что она возвращает специальный пустой объект под названием no. Функция этих ретернов может быть сколько угодно в разных местах. В тот момент, когда мы дойдем до оператора ретерна, мы выйдем из функции. Ну, давайте это проверим на нашем козе, раз уж мы тут его написали. Давайте вместо s равно здесь напишем ретерн. Это будет интересно. Да? Ретерн. И еще один ретерн. Вот этого ретерна нам уже не нужно, потому что, обратите внимание, как бы ни пошел наш условный оператор if, он все равно выполнит операцию ретерн, значит, в конце никто нас не принуждает ставить ретерн прямо в конце функции. Где угодно может быть. Вот если мы сюда поставим еще какой-то оператор, нам, скорее всего, умный программист какой-нибудь, заметив этого, скажет, что, знаете что, вот до этого оператора у вас код никогда не дойдет, потому что он либо здесь делает ретерн, либо здесь. Кстати, а что скажет нам патентютер? Патентютер нам молча сожрал это все, но вот эта вот одиннадцатая строчка не будет выполнена никогда, потому что мы либо здесь выйдем претерн, либо здесь. Ну, давайте посмотрим. А давайте еще ради интереса сделаем здесь один из треугольников, не треугольник. Раз, два, три. Раз, два, три. Это вырожденный треугольник у... А, даже меньше, давайте. Раз, два, пять. Вот. Вот этот вырожденный треугольник, он вообще не является таковым, он не треугольник, потому что у него сумма двух сторон, первой и второй, существенно меньше трети. Давайте посмотрим, что получится. Определяем наши имена. Бум. Определяем нашу функцию. Залезли в функцию. А, Б, С у нас связывают один, два, пять. Вычислили полупериметр. Проверили условное выражение. Выяснилось, что полупериметр у нас меньше, чем одна из сторон, С. Так. Чеме, задайте вопрос по-другому. Вы задаете не вопрос, а жалуетесь. В этом я вам помочь не могу. А я пока продолжу. Вот. Поскольку у нас в данном случае А, Б, С ссылаются на один, два и пять, и у нас пять явно больше, чем полупериметр, выполняется else-клауза нашего условного оператора, но вполне нормально она выполняется. У нас вернется что? Какой-то С. У-ху-ху! Сейчас будет ошибка. Тыдыщ! Какой С? Никакого С не существует. Надо было писать return 0. Вот вам недостаток питона. Явно ошибка алгоритма. Явно использование имени, которого вообще нет в нашем namespace A, B, C, P. Где S? Но пока мы не попробуем выполнить соответствующую операцию, питон нам слова не скажет. Такая вот неприятность. Ну, хорошо, мы же собирались 0 выводить здесь. Значит, нажимаем 0. Name S is not defined. Это был предыдущий. Уйди. Поехали. Определили. Определили функцию. Влезли в функцию. Вычислили полупериметр. Вычислили выражение. Сейчас подготовим возвращаемое значение 0. Вернем этот 0, который помещается в S1. Дальше мы теперь вызываем ту же самую функцию с параметрами D, E и F. Вот. Пожалуйста. A, B и C теперь ссылаются на 6, 7 и 8. Вычислили полупериметр. Вычислили выражение. Эту площадь посчитать можно. Посчитали. Вы написали принт. Обратите внимание на то, что 11-я строчка не была выполнена никогда, потому что либо здесь ретон, либо здесь ретон. Что-то Човин не торопится формулировать свой вопрос. Давайте я еще раз повторю, но мне кажется, без вопроса мне трудно понять, в чем проблема. При каждом вызове... Да, 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 да. Вот хекседитер замечает, что мы сами создали свой оператор, только это функция. Да, сами написали свою функцию, типа SQRT. Я вам больше всего скажу. И типа print. Print это тоже функция. Видите? Она с круглыми скобочками в конце. А вот. Совершенно справедливо. Все так. Мы сами создали свою функцию, в которой можно подставлять любые значения, а она будет делать, что надо. Кстати сказать, если в ней будет принт в этой функции, она еще и печатать что-то будет. Но это уже такое дело. Печатать, не печатать. Итак, ретернов в функции может быть сколько угодно. Они могут стоять где угодно. Если вы выходите из функции, не выполнив ни одного ретерна, считается, что она вернула специальный пустой объект known. И строки типа вот этой, которые стоят непосредственно после ретерна, или, как в нашем случае, после условного оператора, в котором по-любому выполняется ретерн, не выполняются никогда. Они недостижимые называются. Вот, соответственно, правильное определение функции вот такое, да, в ретерный результат, это я для простоты тут нарисовал. Мы с вами, работая вот с этой формулой, с этой программой, я специально сделал так, что все имена в этой программе, все имена различны. Да? Это А большое, Б большое, С большое, маленькие имена, С, С1, С2. Но, когда мы ее запускали, мы уже видели, что при вызове функции создается специальное пространство, в котором заводятся отдельно, заводятся локальные имена. Вот. И потом они уничтожаются. И, соответственно, на самом деле, мы можем вполне написать программу, у которой внутри функции, локальные ее имена, будут такие же или похожие, или частично похожие на те глобальные имена, которые определились снаружи функции, и пересекаться они не будут. Вот. Значит, немножко терминологии. Эта штука вот называется описанием функции, или определением, definition. Вот эти имена называются формальными параметрами. Формальные, потому что они формально участвуют в нашей записи алгоритма. Какое-то А, какое-то Б и какое-то С. Вот такая конструкция, уже в тексте, как оператор, как тут правильно замесил хехи-эдитор, называется вызовом функции. И вызов функции устроен таким образом, что мы сначала вычисляем все вот эти выражения, если тут написано выражение, потому что можно и выражение написать, да? Можно писать там А плюс 1, В плюс 1, пожалуйста. Потом эти выражения превращаются, собственно, в объекты, мы их вычисляем. Эти объекты, называемые фактическими параметрами, то есть такими объектами, которые будут названы буквами А, Б, С. Эти фактические параметры подставляются в вызов функции, и в момент ее обработки именуются именами, и дальше вот работают, да? Вот это формальные параметры, это фактические параметры, это определение функции, а это ее вызов. Собственно, все. Значит, ну давайте какую-нибудь простую функцию напишем. Значит, дев фун от азбтб, print locals, ну или dir, dir, print locals, print globals. Вот, значит, перед нами, давайте еще здесь напишем что-то типа, c равняется 100500. Определим также глобальные переменные, fg равняется 11,2, ну или 5. И вызовем нашу функцию, фун от 12,3, давайте еще здесь напишем print, print dir, locals и globals. Сейчас. Смотрите, Чомин наконец говорит, что он понял вот сюда вот, что можно. А, B и C это вообще не объекты, это просто имена. Мы этими именами называем те объекты, которые при вызове будут здесь вычислены и переданы нашей функцией. Вместо А большой, B большой, C большой, действительно можно было написать какие угодно другие имена. Это не объекты, это имена, да, они же формальные параметры. В остальном, да, в остальном, мне кажется, вы правильно догадались. Вот, значит, давайте запустим этот код. Ну, с этим надо разобраться, наверное, Python Tutor нам бы показал красивее, но тем не менее. Смотрите, вот это у нас, вот это у нас print dir, текущее глобальное пространство имен, состоит из бла-бла всякой ерунды и имени F, имени F, имени F и имени G. F, F, F и G. Вот их три штуки. Locals. Сейчас в вызывающей программе снаружи локальное пространство имен и глобальное совпадают, поэтому locals, вот он, и globals у нас одинаковые. В них, как уже было сказано, есть функция fun, которая является функцией, переменная имя F, которая является целым единицей, и G, которая является пяти. Здесь то же самое, да, они совпадают. Locals и globals совпадают. И совсем другая картина у нас внутри функции fun. Когда мы ее вызвали, я вангую, что там должно быть локальное пространство имен, то есть вот эти две строчки, должны нам показать всего три имени, A, B и C. A и B у нас являются формальными параметрами, объекты в них приезжают при вызове. C является локальным объектом, локальным именем, который мы тут же вот создали, он равен 100 500. Давайте смотреть. Действительно, вот он print local, print dir A, B и C. Вот он print locals, A12, B13, C100 500. А вот globals так и остаются, видите, внешние. То есть изнутри функции fun видно в пространстве имен, которое называется globals, видно F и видно G. вот теперь, собственно, относительно того, как можно использовать, как можно использовать вот эти правила видимости внутри функций. Давайте мы закомментируем все это. вот, и напишем здесь print A, B, C, F, G. C, F, G. Можно еще было fun написать. Вот. То есть, в знак того, что изнутри нашей функции fun видно ее локальное пространство имен, но также видно и глобальное пространство имен, в котором есть F и G. Давайте проверим. Вот. A, B и C локальны. Мы уже видели это в предыдущей выдаче. Вот они. F и G глобальны, но поскольку они есть в глобальном пространстве имен, функция имеет к ним доступ. Она может написать вот так. Правила видимости. Сначала проверяется локальное пространство имен, потом проверяется глобальное пространство имен. Вы можете пользоваться именами, которые вы определили снаружи в вызывающей программе, внутри вашей функции. За одним исключением. А, нет. Давайте мы посмотрим пример на Python Tutor. Немножко вот такой вот, чтобы привыкнуть к тому, что пространство имен различных функций не сообщается. Как видите, он вырожденный пример. У нас есть просто функция, которая что-то вычисляет и все. Итак, мы определили функцию FUN какую-то. Мы определили два имени, B и C. И вот сейчас мы вызовем функцию FUN, передав ей два параметра. Но в момент вызова мы взяли объект, который в глобальном пространстве назывался B, то бишь 10, и C20. Залезли в нашу функцию. В этой функции есть два локальных имени A и B. Обратите внимание, вот это B и вот это B ничего общего не имеют между собой вообще. Это локальное пространство имен, это глобальное пространство имен. Они могут вполне себе иметь одинаковые имена. Мы, зная, что мы работаем внутри функции FUN, знаем, что там есть A и B локальные. Вот они, 10 и 20. А то, что на самом 10, на самом деле вот это 10 в глобальном пространстве имен, это B, какое-то там глобальное B, нас не волнует от слова совсем. Более того, мы сейчас заведем еще одну переменную локальную C. Еще одно имя C, оно будет локальное для этой функции. И оно тоже будет совпадать с каким-то глобальным. И опять ни одно пространство имен не пострадает. Смотрите, мы заводим новое имя. Это новое имя считается локальным. И оно является результатом выражения. Вот сейчас мы вернем возвращаемое значение. Оно появится в глобальном имени D. Важно, что глобальное имя C, как равнялось раньше 20, так и продолжает равняться 20. 40, которым равнялось локальное имя C, ну, как бы, ну, равнялось оно. Вот давайте назад. Вот тут вот локальное C ссылалось на 40. Но это же одно имя, а это совсем другое имя. Они находятся в разных пространствах. Это снаружи, в глобальном пространстве. А это внутри вызова нашей функции F. Поэтому мы ничего не сделали с именем C. Да, вот с этим. И вот то имя C, которому мы дефицировали, оказалось... Здесь, на самом деле, нас подстерегает довольно забавный кунюштюк от питона, который связан и воздушек. Окей, мы с вами только что договорились, что когда мы, вот в этом коде, да, когда мы производим поиск в пространстве имен, мы сначала ищем в локальном пространстве A, B и C. A, B и C нашли. А вот F мы не находим в локальном пространстве, ищем ее в глобальном. Смотрим, нет ли у нас глобального имени F. Оно есть и очень хорошо, да. Вот если мы не нашли ни там, ни сям, тогда, видимо, будет ошибка, да. То есть, вот если мы еще какой-нибудь H тут напишем, это H будет не найден нигде. Вот. Все вроде бы понятно. Непонятно одно. Вот в этом коде, давайте перемотаем на начало. Вот мы сейчас, вот, вот, вот. Вот в этот момент имя C, оно существует? Давайте смотреть. Нет. Глобальное имя C существует? Да. Вопрос. Почему вот в результате этой операции мы не перебиваем глобальное имя, а создаем локальное? Правильный ответ? Потому что. Ну, то есть, не так. Начну с, не, 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 не соответственно вопрос, почему, а соответственно вопрос, зачем. Если имя участвует в операции связывания, то есть, стоит в левой стороне, слева от операции, от оператора равно, такое имя в данной функции глобальным считаться не будет никогда, если вы сами об этом питону не скажете с помощью специального ключевого слова глоб. Это сделано. Ответ на вопрос, почему, для чего. Для того, чтобы не было такого, что вы вызываете функцию, в этой функции какие-то там вот написаны какие-то слова, и случайно, случайно, внутри функции используется такое же имя, как у вас. И это имя внезапно перебивается вот здесь вот. Случайно. Не доглядели. Вот, чтобы такого не происходило, если, да, правило такое, что поиск в глобальном пространстве имен происходит только в том случае, если соответствующее имя не стоит слева от операции связывания, то есть, это имя не перебивается на какой-то другой объект. Если имя участвует в операции связывания, поиск происходит только в локальном пространстве имен, в глобальном не происходит. Вот. Поэтому это нам гарантирует тот факт, что это C будет локальным и наша исходная C не пострадает. Если мы очень хотим, чтобы наша исходная C пострадала, это называется побочный эффект. И допустим в книжке Вирта программа равняется алгоритм плюс структура данных, точнее наоборот, алгоритм плюс структура данных равняется программой. В книжке Вирта побочные эффекты горячо осуждаются. Ну в общем, наверное, за дело. Но если мы все-таки очень хотим, чтобы это имя C воспринималось как глобальное, ну давайте напишем просто global C и все, и будет хорошо. То есть хорошо не будет, будет конечно странненько, но зато вот смотрите. Опа! Да? Поскольку мы явно сказали, что C у нас глобальное, было использовано глобальное имя C, оно перебилось в 40, а было раньше 20. Ну и соответственно мы сейчас вернемся, оно будет в 40. Тра-ля-ля. Перемест по осуществлению треугольников мы разобрали уже. На самом деле все в питоне это функции. Вообще все. Ну точнее все в питоне это методы, но методы от функций в общем не отличаются. Там есть некоторое логическое. В чем и спрашивают, насколько часто в реальных задачах пишут повторяющиеся объекты в локальном и глобальном пространстве. Правильный ответ всегда. Потому что проще запутаться не тогда, когда у вас в локальном и глобальном пространстве объекты повторяются. А когда вы за какие-то, по какой-то причине пытаетесь сделать их неповторяющиеся. Ну представьте себе программу, которая стоит там из 30 тысяч строк кода, в ней ну там порядка нескольких тысяч функций. Да? И пытаться соблюсти, чтобы везде все имена были разные. Ну вы поняли меня. То есть главное достижение, которое мы получаем, вводя изолированные, не пересекающиеся пространства имен, состоит в том, что мы можем просто забыть и не вспоминать про то, как мы где, чего назвали. Так вот, в питоне вообще все функции. И давайте мы вот что сделаем. У нас есть, у нас же есть фун наш, да, 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 у нас есть фун. У нас есть объект, допустим, фун. Давайте посмотрим, что у нас вообще тут творится. Что у нас вообще тут творится. Да, вот у нас есть объект фун. Да? Мы уже смотрели, что f это у нас, f это у нас целое число, g целое число. А фун у нас функция. Во, я одну вещь забыл рассказать. Прям забыл. Забыл. Давайте я ее прям вставлю вот здесь, вот утиная типизация. А что это такое? Давайте определим нашу функцию какую-нибудь, ну, не знаю, ну функцию, ну функцию. Да, вот эту же. Определим ее как. С равняется, ну может даже return. Return. А умножить на 2 плюс b. Я всегда именно так и делаю, да, вот во всех лекциях я именно такую функцию определяю. Вот. Такая суперфункция, которая умножает первый параметр надо и прибавляет его к нему второй. Вот эта функция, вот она. У нас чистенькое пространство вен, ничего в нем нету, да, кроме функции fun. Функции fun делают то, что от нее ожидают. Умножают, фун я сказал. Умножают 2. Давайте только по фэншую. Умножают 2 на 2, получают 4, прибавляют 3. Все хорошо. Мы с вами говорили в начале лекции о том, что функция в питоне это именная запись алгоритма. То есть питон, немало не смущаясь, выполняя функцию fun, получает на вход два объекта, которые называются a и b. Умножают первый объект на 2 и складывают его со вторым, а результат возвращает. И эти объекты какого типа? Правильный ответ – никакого. Мы таким способом, да, в питоне есть несколько способов работать с типами. Более того, питон, как известно, строго типизированный язык программирования. Вы не можете проделать над некоторым объектом операцию, если эта операция над ним не определена. То есть нигде под ковром этот объект не заменит на другой. Так вот, несмотря на то, что питон язык строго типизированный, в нем типизированы сами объекты. 2 – это целое число. Если строка, то это строка. Имена в питоне к типам отношения не имеют никакого. Поэтому функция fun будет одинаково хорошо обработать для любых объектов, внимание, которые поддерживают операцию умножения на число и сложения любых. Давайте проверим. Вот наша функция qq, работающая с строками. У взяла первый объект, умножила его на два, сложила со вторым объектом. Можно было сделать? Можно. Работает. Я не знаю, у нас рейнджи были? Не было у нас рейнджи. Были у нас рейнджи. Помните такую штуку, объект типа рейндж? Я тут, кстати, на семинаре внезапно обнаружил, вчера об этом узнал, что объект типа рейндж, он вообще хитрый. Вот. У него можно брать секции, вот из него. Ну, давайте я поделюсь с вами этим знанием. От 2 до 100 с шагом 13. Помните такое, да? Ну так вот, объекты типа рейндж, оказывается, не только индексируемые. Ну, понятно, да, поскольку рейндж это просто арифметическая последовательность. Разумеется, мы сможем знать ее первый член, нулевой член, там, десятый член. Слишком много. Седьмой член это арифметическая последовательность. Легко. Но, оказывается, можно сделать так. Отдай мне, пожалуйста, с первого по пятый. Он говорит, окей, от 15 до 67 шагом 13, это будет как раз под последовательностью вот с первого по пятый. Даже шагом 2. И даже, кажется, складывать можно. А вот складывать их нельзя. И умножать нельзя. Вот. Но зато индексировать можно. Ну вот. Значит, это я к слову, да? Мне просто пришло в голову, что я про объект рейндж узнал немножко новую для себя на днях. Вот видите, какая штука интересная. Вот. Любой тип данных, который позволяет складывать и умножать на число, годится. Вещественные числа. Вот. Напоминаю, что точка 1 и точка 2 это 0.1 и 0.2. Комплексные числа. Да? Какие угодно. Вообще любые последовательности. Кортежи можно так складывать. Вот. Смотрите, что здесь произошло. Взялся кортеж вот этот. Умножился на 2. То есть удвоился. Любая последовательность в питоне умножается на 2. Не любая, вот эти не умножаются. Рейнджи. Вот. Ну, кортеж умножается, да? Дальше к нему прибавился еще один кортеж. Сложение последовательности. Эта склейка. Вот. Тут Андрей задает вопрос, есть ли в питоне абстрактные типы данных. Я скажу, есть, но они не нужны. То есть, они есть, но область их использования довольно специфическая. Хотя, ну, хорошо, они не нужны. Они нужны, но именно вот в этой самой области. В области разработки больших, сверхбольших проектов, когда нужна не динамическая, а статическая типизация. Вот тогда появляются абстрактные типы данных. Так, что в питоне? Все типы данных в питоне абстрактные. Значит, функция FUN. Это явление называется утиной типизацией. Утиной типизацией, duck typing. Это ситуация, когда вы проверяете, что... Вы считаете, что ваш объект подходящего типа на том основании, что у этого объекта есть подходящее действие. И больше не на что. Если то, что плавает и крякает, это утка, то есть, если вы считаете, если вам от утки нужно, чтобы она плавала и крякала, то любой плавающий и крякающий объект для вас является уткой. Даже если он при этом пускает дым, да, там, водит сиреной, кипятит воду и все остальное, вас это не интересует совершенно. Если он плавает и крякает, в нашем случае, если он умножается на число и складывается с другим объектом того же типа, даже не обязательно того же типа, и складывается, то все, это утка, то есть, функция fun с такими объектами работать будет. А вот, например, с объектами, которые не поддерживают такого обращения, да, если мы, например, попросим функцию fun сложить строку с числом, никто преобразовывать одно в другое не будет, и нам питон скажет, а вот здесь вот вы нарушили правило строгой типизации, у нас есть два объекта, один строка, другой флот, и мы не умеем приписывать к строке флоты, давайте как-нибудь сами, да, вот. Но, обращаю ваше внимание, это ошибка, type error, exception, это исключение type error, произошло не в момент, когда мы программу анализировали, не в момент, когда бы определялась функция, а в момент ее выполнения. Давайте здесь напишем еще print kuku, наш любимый, чтобы понять, когда эта ошибка возникает. Printing, printing это плохая идея. Вот, видите, kuku выполнилось. А не выполнилось только вот это арифметическое выражение, потому что оно невыполнимо, да, и вот, вот, когда мы добрались, выполняя нашу программу, добрались до места, где вычисляется это выражение, внезапно выяснилось, что оно не вычислимо. Ну, на этом, собственно, программа и остановилась. И это, что касаемо, значит, duck typing. С одной стороны, это очень удобная штука, вы можете писать программу на питоне, которые, если ваш алгоритм применим к различным типам данных, то функция, которая реализует этот алгоритм, будет одна. Некоторым недостатком является тот факт, что если вдруг вы, сами вдруг, случайно, передадите этой функции неправильные типы данных, о том, что программа не работает, вы узнаете только, когда она упадет. Никто заранее вас не предупредит. Для сравнения, в языках программирования со статической типизацией, например, в том же C++, который тут упоминался, в языках программирования со статической типизацией проверка того, что параметры функции, например, нужного значения происходит на этапе анализа кода, то есть до выполнения, на этапе компиляции. То есть в языках со статической типизацией почти всегда типизированными являются переменные, а не только объекты. В питоне типизированные являются только объекты, а имена они могут называть что угодно. Сегодня это имя называет число, а завтра оно называет строк, а послезавтра мы его вообще удаляем. Можем написать вот так вот. Сегодня оно называется число, потом мы можем написать вот так вот. А потом мы его вообще удаляем. И ничего. Все это сделать можно на питоне. еще две темы одна тема скажем так она посложнее если в нее забираться но мы глубоко в нее не заберемся вот эта тема именных и параметров и значений по умолчанию собственно вот этот пример отображает все что нужно ну давайте я его руками задам чтобы скорость изложения не превышала скорость восприятия да значит определяем функцию от аж пяти параметров x a b c d что-то я как-то говорю одно пишу другое аж от пяти параметров в этой функции ничего не будем делать давайте просто напишем для отладки нашу красивую форматную строчку x а b c d вот строчку закрыли return можно даже return не писать тогда эта функция не будет возвращать никакого значения или будет возвращать пустое значение но он вот дайте даже так сделаем наверное это правильно наверное это правильно в лекциях будет по-другому но его неважно да вот давайте пока так как она у нас называлась тоже фунт вот этот самый фунт 1 2 3 4 5 кстати давайте здесь мы посмотрим и возвращаемое значение принт рез я шкурил ноун тайп я хотел сказать этот самый но он это такой специальный объект единственный в своем роде типы ноун тайп который нужен ровно для того чтобы индицировать что ничего здесь нет вот вы хотите специально пользователю намекнуть нет тут ничего как бы использовать для этого объекта ноун вот функция в которых нету return и возвращает новым вот но сейчас не про это думаем мы смотрим про вот это понятное дело что вызвать нашу функцию с другим количеством параметров мы просто не можем нам питон скажет что мы чет нет смотрите у вас тут один параметр который называется функции d его не хватает попытаемся сделать больше чем надо могут слушать и нет у вас их 5 у функции их 5 а вы их задали 6 вы что-то не то делаете окей однако мы можем начиная с некоторого параметра это принцип такой то есть вот поначалу идут параметры обязательные а начиная с некоторого параметра задать им значение по умолчанию 1 скажем 2 скажем 3 скажем 4 знаете давайте так вот прямо в определении функции через равно мы пишем чему по умолчанию эти имена какие объекты по умолчанию они связывают если при вызове функции мы не передадим нужное количество параметров эти имена будут ссылаться вот на эти объекты давайте проверим фон от 1 2 3 4 5 работает фон от 1 проверяем у нас а должно быть равно одному б должно быть равно 20 c 300 d минус 100 вот они совсем без параметров мы функцию фон вызвать не можем потому что у нее есть один параметр который мы обязаны указать параметр без умолчания вот если мы здесь напишем что-нибудь типа такого да вот тогда у нас будет можно сделать функцию вообще без пара пожалуйста то есть вот все параметры которые мы для которых мы указали умолчание являются необязательными вот а все параметры для которых мы ну да значит при вызове функции параметры начинаются сначала вот сейчас мы указали только первых три точнее что там x а и b да а c и d как было 300 и минус 100 такая ставка более того если вам нужно вы можете явно сказать какой параметр вы хотите перегрузить вот вот если вы прямо в вызове укажите вот это имя то соответствующее имя будет перегружено и а будет останется равно единице потому что мы его не понятны а у нас вот здесь вот а у нас 7 б будет оставил а останется двадцатью c у нас мы его сделаем 111 а д останется минус сотни вот в случае когда вы называете такие параметры по именам вы можете даже их в неправильном порядке написать пожалуйста единственное чем вы не можете сделать это указать их дважды например если вы попытаетесь ой если вы попытаетесь перегрузить а он скажет смотрите так что то я не понял вот это x вот это а вы его уже задали а вот еще раз задали разберитесь пожалуйста да multiple values for argument a с одной стороны мы его задали потому что он второй по счету а с другой стороны мы еще сказали что равно 12 так делать не помните мы с этой конструкции уже встречались с вами в операторе принт функции print были такие параметры именные print 1223 7 равняется вот это самый сеп это и есть именной параметр или параметры у которого есть значение по умолчанию и она по умолчанию равно просто пробелу в принте вот это что касаемо именных параметров функции мне кажется я все про это на эту тему рассказал надо идти дальше параметры становятся именными в тот момент когда вы их даете значение по умолчанию в современном питоне на самом деле можно разделять все четыре ситуации именные параметры позиционные параметры позиционные параметры со значением по умолчанию именные параметры значим по умолчанию но это такое вот это тонкости и для нас с вами вполне хватает такой вот простой логики что то что имеет значение по умолчанию минное то что не имеет позиционное но вот это вот может как вы видите стать позиционным вот этот второй параметр это более сложная тема которой мы с вами пользоваться пока не будем вот но представлять себе как все устроено то мы должны это тоже связано с функциями да и поэтому был очень неплохо чтобы эта функция чтобы это мы знаем смотрите вот у нас есть функции fun вот она когда мы эту функцию fun к этому объекту обращаемся по имени питон честно говорит эта функция ну он возвращает нам объект как сделать так чтобы функция до типа заработала заработала ее надо вызвать то есть указать после нее круглые скобочки в которых перечислили ее параметры достаточно одного да у нас функции fun остальные паренты по умолчанию да нет слушайте я наверное пропалюсь расскажу еще одну штуку она прикольная и я под ней не рассказывал на факультетских лекциях а вам расскажу ну и в культетских лекциях тоже конечно расскажу смотрите если внутрь тела функции засунуть строку которую никуда не присвоить вот прямо так можно даже можно даже вот так поскольку мы помним что что эти самые что многострочные строки в питоне начинаются с трех апостроф или с трех кавычек и заканчиваются тремя апострофами или тремя кавычками соответственно все что между ними считается строкой ну так вот если функцию засунуть строку который никуда не присваивается вот как сейчас эта функция эта строка будет выдана функции help это свойство питона называется самодокументировать вы можете прямо в тело функции положить help к ней и потом отел почитать вот то есть смотрите если я пишу вот так это будет какая-то константа внутри функции и так не работает естественно вас это какая-то констант а вот если мы эту константу оторвем и никуда не присвоим то такая конструкция тело функции внутри которой есть строка никуда не присвоенный оказывается сопровождается этой строкой когда мы делаем тут чем и спрашивает где можно еще посмотреть про форматный вывод его нету в домашке это прошлая тема давайте посмотрим что там про форматный вывод а у нас не было форматного вывода ok значит еще про форматного вот можно посмотреть в документации питона там много-много про это даже не столько в документации в куб сколько в tutorial давайте наверное я в домашнем задании сошлюсь на него в этот tutorial чтобы мы с вами не забыли про это вот здесь вот прямо в домашнем задании скажу чтобы пишу чтобы можно было прочитать про форматный вывод это не форматный вывод а форматные строки вывод это просто функция принт не путайте пожалуйста чем это не вывод форматный это строки форматные понимаете в чем разница вывод осуществляется функции принт что ему выдали ли функции принт ему принту в общем все равно а вот модификатор f при строке означает что при формировании строки вычисляются выражение фигурных скобочков там гораздо интереснее все просто я не хотел эту тему педалировать вот я что хотел я хотел написать следующее что если мы возьмем вот у нас есть фун наш и напишем что-то типа такого а равняется фун обратите внимание я не вызвал функцию да я не писал круглых скобочек в конце я не писал фун с круглыми скобочками которые собственно вызывают функцию я всего лишь сказал что объект который раньше назывался фун теперь еще называется и а смотрите вот он это вообще один и тот же объект а из фун то что такое то а из фун вот то есть реально это один тот же объект то есть я могу вызвать а с несколькими параметрами он будет работать как фун потому что это он и есть просто новое имя у него это такая же фигня как со всеми остальными именованиями в питоне самые обычные ничего волшебного любой объект может иметь сколько угодно имен а это одно из имен нашей функции фун да вот вот смотрите он даже помнит что в девичестве его называли фун вот нет я все-таки расскажу правда очень быстро про это значит это такая тема которая не знаю будет ли в домашках и она чуть более тяжеленькая абстракция чем было вот но давайте мы все-таки попробуем эту тему хотя бы подойти к ней вас да а уж насколько мы ее поймем делать дело как бы ну как не настолько важно значит тема стоит следующем поскольку мы уже сказали что функции в питоне самые обычные объекты это значит что их можно передавать в качестве параметров смотрите смотрите мы определили функцию которая называется сумма у нее три параметра первые два параметра это функции которые будут вызваны внутри тела функции сумма каждый из них от третьего параметра который x и вернется результат как это работает давайте лучше даже не так сделаем вернем сумму квадратов вот и назовем сумма сумма не пускай будет сумма смотрите вот у нас появилась ой появилась эта самая сумма еще раз этой сумме надо передать три параметра два из них это функции третье это некое число то есть мы можем сказать там формат импорт звездочка сумма от косинус синус ну и скажем там 2 результат результат я вам был будет близок к единице что такое а это вот что мы вошли функцию сумма у нас теперь объект который назывался косинус называется f1 да мы же туда передали объект обратите внимание что слово косинус без скобочек это просто такой объект да вот если мы его вызвали это другое но мы его не вызываем когда мы говорим вот здесь мы говорим пожалуйста передать туда три объекта 3 объекта косинус синус функцию косинус функцию синус и двоечку они будут называться f1 f2 x дальше мы вызовем такие объекты f1 который косинус на заведем в квадрат вызовем такие объекты в 2 которые синус вызовем в квадрат ну и сложим их вы вернем результат мы просто помню что синус квадрат плюс косинус квадрат равен единице чем бы туда не передавали вот такая вот такая вот интересная такая вот интересная подробность про функции функции могут являться обычную это просто обычные объекты они есть обычные объекты например можно передавать вот такую красивую можно устроить картину без комментариев потому что это уже сложная тема следующая картина мы можем не только передавать функции как параметр мы можем их возвращать смотрите вот это правда сложно если кто-то не поймет совершенно не беда пользоваться этим мы этим не будем мы можем внутри функции определить функцию который будет возвращать вот это и получится такой функционал давайте мы что-либо это в потенцию посмотрим интересно же да вы в импортим from mass import синус и косинус ради интереса рез равняется сумм а нет вот так и print new вход скажем дубу чудеса поехали апрель приехали к синус и косинус да из-за импорта так и не сумму мы ас они все не сумма сумма в определить какую-то функцию сумма полезли в нее передая передавки два параметра f1 и f2 полезли полезли видите f1 у нас указывается на синус это указывает на косинус внутри функции сумма определить еще одну функцию которая называется f что-то она будет делать вернули ее теперь у нас new указывает на вот эту свеже определенную функцию f вот тут написано откуда она взялась залезли в эту функцию f вот залезли в нее вычислили у нее два значения вот этот синус и вот этот косинус видите выяснилось что это единица напечатали единицу функции можно не только передавать туда но и возвращать функционалы такие писать вот это уже сложная тема дальше развивать это не буду просто знаете насколько велик питом мы с вами можем теперь воспользоваться такой штукой который называется такая интер такая интер это графический тулки на котором кстати написан айду наш с вами а вот и мы теперь умеем даже немножко сейчас научимся с вами вот эта статья очень простая и она просто прощелкать дома вот мы научимся с вами использовать маленькому писать простейшие приложение графически вот мои приложение будут выглядеть довольно странновато у них будет цвет вот такой у некоторых кнопочек потому что я люблю такой цвет а у вас он не будет таким потому что вы такой цвет не любите наверное вот давайте прям по-быстренькому по-быстренькому напишем приложение у нас осталось целых пять минут мы все успеем для того чтобы по-быстренькому написать приложение надо вот сейчас вот четыре строчки вписать первая строчка это выковырять из модуля тк-интер все что он умеет все имена их там довольно много мы часто увидим дальше открыть окошко с помощью функции тк который есть модуль тк-интер назвать это окошко иначе она будет пустое и собственно все дальше сказать ну дорогой окошко работой вот такая вот такая вот значит последовательность понятное дело что по такой вот такая программа откроет там окошко вот оно это окошко она работает и вот это его заголовок welcome to like x это просто копипастил у товарищей с сайта like x этот этот кодик вот ничего на больше не умеет но она открыла кошка давайте на это окошко добавим надпись как добавляется надпись на окошко мы говорим эль равняется лейбл дальше как видите добрый айдл нам подсказывает мы должны сказать в какое окно какому и под окошку это наш лейбл принадлежит до мастер равняется чему windows вот ну и наверное текст равняется чего вот но этого мало сейчас это окно располагается это это эта надпись располагается внутри окна винду непонятно где непонятно какого размера для того чтобы она просполагалась понятно где и было понятно какого размера надо сказать ему вызвать функцию грид до л . grid сказать а теперь пожалуйста расположись мне ну в общем там где там где оно должно быть вот вот эта . grid функция но можем с точно сказать да пожалуйста в нулевом столбце нулевой строки просто по умолчанию это одно этаж ты вещь вот она надпись hello давайте что туда кнопочку кнопочку туда за сандалин та же самая картина b равняется будто вот все тот же мастер равняется виндул текст равняется кликми давайте кликми уберем просто клик тот же самый grid со словами дорогой мой бутон расположись где-нибудь там в окошечке но только давайте рядом с хелло нет рядом с его от во второй колонке до колонка вот пробуем инстинь 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 вот это клик как приделать реакцию на клик чтобы мы кликали что не происходило мы кликали а что не происходило надо к этому клику прибавок 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 от функцию определяем функцию дев ну назовем клики совершенно неважно как мы и назовем я забыл что тут пишется пускай клики по моему тут один параметр ну сейчас узнаем кто-то клики вот и и были . бинт вот такой какую последовательность сейчас я под подгляжу чтобы вам был был быстрее а ну тут тут не бинт тут тут все проще надо передать просто эту функцию окей давайте тогда и сделаем тогда кажется там вообще ничего не надо тогда там вообще ничего не надо надо делать не так бинт не будем пока использовать это все для под для под для потом команд равняется кликет по-моему так комната вниз крюки точно ведь я даже название такое же чё проехали а нет давайте попробуем 3 5 жмак вот он вот он мы живем на кнопочку а там что-то происходит и вот у нас время уже заканчивается но тут еще один есть примерчик со вводом дать еще вот какой-нибудь слушайте знаете что у нас время закончилось но мне кажется что кому интересно вот эта статья она тупо простая здесь есть вы был и конфигуре ну давайте что ли сделаем еще вот последнюю 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 вещь там импорт тайм и на этом я вас закончу тайм ща давайте вспомню какой там тайм чего да ладно тяну хе-хе-хе на самое интересное ну слушайте если самое интересное сами сделаете в конце концов там вообще ничего военного просто отлов ну совсем но давайте все таки мы чё не тут приделаем более интересное значит я хочу чтобы а вот давайте мы здесь приделаем вот что мы сделаем entry entry от мастер виндул вот 3 та же самая фигня да это будет штука для ввода давайте мы проверим как она работает вот она ой мы и вывели в том же в том же окошке что было неправильно допустим допустим 2 вот сюда может что-то вводить и давайте мы теперь напишем клик таким образом чтобы она отсюда перекладывала вот сюда что для этого нужно сделать для это нужно нашему кликеду сказать что не мы не просто кликет а еще но и и точка конфиг гуря по моему конфиг гуря да гуря что у нас текст равно и и и точка get кажется так боюсь соврать а мы сейчас проверим мы сейчас проверим ну-ка а а а а а а а а бэк с вот а вот а значит а на этом на этом видимо мы прекращаем все эти игрища потому что это реально игрища в них можно играть играть бесконечно я как бы прямо уже чувствую как хочется начать в это все играть по тк интер у как видите как нефиг делать все это делается по токаинтеру есть базовость вот эта статья которую мы сейчас читаем она простейшая вот там используется под конец будут использоваться типы данных которые мы еще не знаем но бог бы с ним а для тех кому интересно кто хочет идти дальше есть прекрасная статья в собственно документации питона и справочник который написан на непокойным профессором какого-то американского университета джоном шипманом и мы с комьюнити его спасали когда этот справочник вместе с сайтом покойного профессора удалили ну типа он умер профессор зачем ему сайт и удалили а это был единственный было его книжка вас хорошо все всем спасибо я и так сажал нас немножко лишнего времени домашнее задание как обычно чуть позже потому что я должен сориентироваться что я рассказала что я не рассказал вот я думаю что домашнее задание будет завтра возможно тесты послезавтра но возможно тоже завтра все значит всем спасибо и до новых встреч что у нас дальше и даже я уже пока и не знаю не знаю вас